Пропорциональная зависимость Ребята, переменные величины y и x, связь между которыми можно выразить формулы y равная k деленное на x, где k некоторое число не равное нулю или величина, которая не изменяется, называется обратно пропорциональными величинами. Число k называется коэффициентом обратной пропорциональности. Ребята, рассмотрим примеры обратно пропорциональных величин. Количество товаров и его цена. Например, на 1000 тенге можно приобрести 4 кг яблок по 250 тенге за килограмм. 5 кг яблок по 200 тенге за килограмм. Ребята, а какую связь вы видите в данном примере? Чем дороже цена на товар, тем меньшее количество мы можем его приобрести. Рассмотрим следующий пример. Число рабочих и время выполнения заданной ими работы при одинаковой производительности труда всех рабочих. Например, при увеличении количества тракторов в 2 раза, количество рабочих дней уменьшается в 2 раза. Ребята, при одинаковом объеме работы 4 трактора выполнят эту работу в 2 раза быстрее, чем 2 трактора. Перейдем к следующему примеру. Производительность труда и время работы при одинаковом объеме работы. Например, при одинаковом объеме работы рабочий выполнить эту работу во много раз медленнее, чем эту работу выполнить кара. Так как производительность кары во много раз больше производительности рабочего. Ребята, рассмотрим следующий пример. Скорость и время движения равномерно движущегося объекта при одинаковой длине пути. Ребята, посмотрите на пример и сделайте вывод. Верно. Самолет, данный путь пройдет быстрее, так как скорость самолета во много раз больше, чем скорость вертолета. Ребята, из наших примеров мы можем сделать вывод. При увеличении, уменьшении одной величины в несколько раз, другая величина уменьшается, увеличивается во столько же раз. Это и есть, ребята, свойства обратно пропорциональных величин. Задание первое. Для строительства стадиона 5 бульдозеров расчистили площадку за 210 минут. За какое время 7 бульдозеров расчистили бы эту площадку? Ребята, запишем краткое условие. 5 бульдозеров расчистили площадку за 210 минут. 7 бульдозеров эту же площадку расчистили за х минут. 5 бульдозеров за 210 минут. 7 бульдозеров за х минут. Укажем направление стрелочки. От большего к меньшему. Ребята, обратите внимание. В данном случае направление стрелочек не будет совпадать, так как чем больше количество бульдозеров, тем меньше им потребуется время для выполнения одной и той же работы. Давайте составим пропорцию. Пропорция – это равенство двух отношений. Первое равенство мы составляем от большего к меньшему. И также второе равенство мы составляем от большего к меньшему. 7 деленное на 5 равно 210 делить на х. Ребята, чему равен неизвестный крайний член пропорции? Совершенно верно. И х равен 210 умножимое на 5 делить на 7. Ребята, 210 и 7 мы можем сократить на 7. В знаменателе мы получим единицу, в числителе мы получим 30. 30 умножить на 5 – получим ответ 150. Итак, ответ. 7 бульдозеров выполнят данную работу за 2,5 часа. Рассмотрим задание. Некоторое расстояние ласточка пролетело за 0,5 часа со скоростью 50 км в час. За сколько минут пролетит то же расстояние стриж, если будет лететь со скоростью 100 км в час? Ребята, составьте краткое условие решения задачи. 50 км в час за 0,5 часа. 100 км в час за х часов. Укажем направление стрелочек от большего к меньшему. Не забываем, что направление стрелочек не совпадает. Составим пропорцию. 100 к 50 равно 0,5 к х. Найдем, чему равен х. Х равен 50 умножимое на 0,5 делить на 100. Обратите внимание, 50 и 100 можем сократить на 50. При сокращении получаем единицу, а в знаменателе 2. Х равен 0,25. Запишем ответ. Стриж за четверть часа пролетит то же расстояние, что и ласточка за полчаса. Следующее задание. Бассейн можно наполнить через одну из двух труб. Через первую трубу он наполняется со скоростью 2 литра в час за 45 минут. Какова скорость наполнения бассейна через вторую трубу, если через нее он заполняется за 1 час 15 минут? Рассмотрим решение. 2 литра в час за 45 минут. Х литра в час за 1 час 15 минут. Расставим стрелочки. По данному условию составим пропорцию. При этом, ребята, не забываем часы перевести в минуты. 1 час 15 минут это 75 минут. Получаем пропорцию 75 деленное на 45 равно 2 деленное на х. Чему равен неизвестный крайний член пропорции? Совершенно верно. Х равен 45 умножить на 2 деленное на 75. Обратите внимание, 45 и 75 мы можем сократить на 15. В числителе мы получим 3 в знаменателе 5. 3 умножить на 2 делить на 5. Х будет равен 1,2. Ответ. 1,2 литра в час за 1 час 15 минут наполнит вторая труба. Следующее задание. На путь от одного поселка до другого со скоростью 12,5 км в час велосипедист затратил 0,7 часа. С какой скоростью он должен был ехать, чтобы преодолеть этот путь за 0,5 часа? Составим краткое условие задачи. 12,5 км в час за 0,7 часа. Х км в час за 0,5 часа. Укажем направление стрелочек. Составим пропорцию. Х деленное на 12,5 равно 0,7 делить на 0,5. Найдем, чему равен х. Х равен 12,5 умножить на 0,7 делить на 0,5. Х равен 17,5. Запишем ответ. 17,5 км в час с такой скоростью должен ехать велосипедист, чтобы преодолеть путь за 0,5 часа. Следующее задание. 6 маляров могут выполнить некоторую работу за 18 дней. Сколько еще маляров надо пригласить, чтобы работа была выполнена за 12 дней? Перейдем к краткому условию. Количество маляров, время. 6 маляров выполняет работу за 18 дней. Х маляров выполнит эту работу за 12 дней. Указываем направление стрелочек и составляем пропорцию. Х к 6 равно 18,12. Находим, чему равен х. Х равен 6 умножимое на 18, деленное на 12. 6,12 мы сокращаем на 6. В числителе получаем 1, в знаменателе получаем 2. При этом мы также можем 18 и 2 сократить. 1 умножить на 18 будет 18, делить на 2 получится 9. Получаем х равное 9. 9 маляров могут выполнить эту работу за 12 дней. Вопрос задачи стоял такой. Сколько маляров необходимо пригласить для выполнения данной работы за 12 дней? 9 минус 6, получаем 3 маляра. Ответ. Для выполнения данной работы нам необходимо пригласить 3 маляра. Следующее задание. Заполните таблицу. Если величина у, обратно пропорциональна величине х. Задайте формулу зависимости у от х. В данной таблице нам даны значения х. Х равно 25,2. У равное 16,8. Ребята, в этом задании нужно найти зависимость. Проверим. Ребята, используя формулу обратно пропорциональных величин у равное k деленное на х, мы можем найти значение k, используя х, равное 5, у равное 16. Значение k будет равное 80. Получим зависимость. y равное 80, деленное на х. Используя данную формулу, при значении х, равном 20, у будет 4. При y, равном 8, х будет равен 10. При х, равном 2, у будет равен 40. Итак, ребята, сегодня на уроке мы рассмотрели понятие обратно пропорциональных величин. Изучили применение свойства обратно пропорциональных величин при решении текстовых задач. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok